Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своём канале. Сейчас прошёл сильный дождь, солнышко пока не видно. Я решила показать вам цветение своих лилий. Вот в этом углу у меня самые мои любимые лилии. Я их сажала где-то в 2015 году, эти лилии. Вот это лилия фризо. Она самая высокая, которая есть у меня. У неё высота 180 где-то сантиметров. Так, ну она тут так немножко лежит. Сейчас я её поправлю, покажу. Вот она вот такущая. Вот такая она высокая, высоченная. Мощные стебли, красивая, здоровая листва и очень красивые крупные цветы с изумительным запахом. Вот они у меня здесь сколько? Шесть лет получается. Я их ни разу не выкапывала. Хотя надо выкапывать, но это довольно тяжело и трудоёмко. Вот значит, это лилии фризо. Перед лилиями, вот там у меня ещё лилия Satisfaction, она поменьше росточком, но очень красивая. У неё такие красные цветы с жёлто-канареечной серединкой. Тычиночки тоже жёлтенькие и заканчиваются коричневыми пыльниками. Они очень красивые. Я ещё с той стороны потом подойду и покажу. Они у меня стоят у старого дома посажены. Вот там девичий виноград огромный. И вот они у меня поэтому от этого дома в сторону наклонены, в сторону солнца. А впереди них у меня посажены розы. Это вот чайно-гибридная Capri. Это My Girl. Чайно-гибридная, но такие вот они плетями, в соцветиях. Это My Girl. Это Nostalgia почти уже отцвела. Эту я забыла название. Она новая, я её сажала в прошлом году. Это отцвела уже Мария Каллас. Сейчас я зайду с той стороны, ещё покажу. Это пока ещё набирает бутоны Аскот. Тут у меня Ульмер Мюнстер. Пять кустиков. И вот я вам сейчас отсюда покажу вид. Значит, вот эти лилии с огромными, толстенными вот такими стеблями. Вот это самая высокая лилия. Это Фризо. И вот она по высоте соперничает у меня с розой Остина. Оливертуналд Холл. Посмотрите, какие красивые пумпушечки. Какой цвет, какой запах. Изумительно, изумительно. Вот она внизу вся уже отцвела. Я её срезала. А вот эти две плети остались большие. Вот таким образом. Сейчас я вам ещё покажу satisfaction получше. Вот она какая. Она не очень высокая. Ну, где-то, наверное, метр. Она какая красивая. Очень красивая. Вот они какие. Это ещё Анастасия не цветёт. Так, я сейчас хочу подойти ещё к одной моей любимице. Это лилия Биг Бразер. Ну, наверное, самая любимая она у меня. Посмотрите, какие цветы величиной. И какая она красавица. Дождик прошёл. В те капельки на ней запах изумительный. Очень красивая лилия. Вот я её, кстати, покупала. Ещё в одно место посадила. Но там один год подцвели, и куда-то они пропали. А эти вот здесь им, видать, нравятся. Вон она какая. Тут у меня посажена роза Дэвида Остина, Клэр Остин. Она цветёт вот именно вот такого цвета цветами. Но получается, что когда она отцветает, первый раз зацветает вот эта лилия. Лилия Биг Бразер. А потом Биг Бразер отцветает, и по новой зацветает у меня Клэр Остин. Никак. Я их посадила, думала, вместе будет тут такое красивое пятно. Так, пойду, дальше вам покажу, что у меня есть из лилий. Так, розочки тут вот почти отцвели. Чайно-гибридная отцвела. Это у нас Буги-Вуги. Розочка. Так, там вот ещё. Это Пурпурл Кинг. Это всё ОТ-гибриды. Я прям очень их люблю, и их я в основном покупаю. Вот в этом году ещё купила Ла-гибриды. Они тоже меня впечатлили. Так. Вот это я вам всё показала. Дорогие друзья, что бы я ещё хотела добавить? Вот у меня тут лилии и розы. И посмотрите, сколько много свободного места. Травочка отличная, почва покровная. Я ведь здесь посадила сплошняком лилии. Их я покупала в августе 2020 года. Вот я про них рассказывала. Сейчас я вам расскажу. Значит, я их посадила в конце августа. И перечислю. В этом году они у меня даже пока не взошли. Не то, что не цветут, даже и нету никаких признаков. Значит так. Хай-Ти. ОТ-гибрид. Пурпурл Леди. Пинк Палас. Уайт Айс. Спейс Моунтейн. Конка Д'Ор. Это всё ОТ. Роберт Грисбах. Ещё захотела я его. Пекин Мун. Ачьерта. А вот это Ла Гибриды. Айлинер и Чайковский. Вот я их посадила. И они у меня довольно так... Сейчас я вам покажу. Они у меня в августе, в сентябре взошли. И были сантиметров 30-40. Вот в этом месте в частности. Вот я сажала. Вот они здесь есть. И вот в этом году только вот эта вот вылезла. Вот такая вот пустая она без всего. Вот здесь я посадила. Здесь штук, наверное, 7-8 или сколько. И вот в этом месте. Пока ничего не взошло. Что я хочу сказать. Если кто-то осенью посадил лилии. И на следующий год они даже не взошли и не показались. Вы не спешите расстраиваться. Потому что есть надежда. Обязательно. У меня всегда так бывает. Что на следующий год они взойдут и будут прекрасно цвести. Вот что я хотела рассказать. Утешить всех, кто купил лилии, посадил осенью. И они у них не взошли. Вообще, конечно, я пришла к выводу, что сажать лилии надо по весне. Весной сажаешь, и они в этот же год цветут. А тут надо набраться терпения. И еще ждать целый год. До свидания, дорогие друзья. Вот теперь я рассказала все, что хотела сегодня вам рассказать про лилии.